Готовы? Начали! Самый красивый вид спорта, не считая гимнастики, так для себя определяет фехтование Елизавета Маркина. Впервые она взялась за шпагу еще в 12 лет, а к своим 19-ти заработала звание мастера спорта. Тренировки по 8 раз в неделю, участвует в любых возможных турнирах всегда с охотой. Самое главное фехтование – это невероятная выносливость и быстрая сосредоточенность на бою. Когда ты находишься в бою, нужно сразу понимать, что делает соперник. Нужно уметь читать соперника. Да, мы сегодня выиграем, я чувствую, и первые, и вторые будут за нами. Городские соревнования по фехтованию на призы спортивной школы ЦСКА ВВС прошли в честь Дня защитника Отечества. Вместе с Елизаветой за победу боролась и Ирина Охотникова, чемпионка России, призерка Европы и мира. В марте она представит Самарскую область на всероссийских соревнованиях по фехтованию в Смоленске. Парринг, он всегда нужен. И за счет того, что постоянно выигрываешь, например, или хорошо показываешь результат, то появляется уверенность. Поэтому для меня такие соревнования всегда, я тоже подхожу к ним ответственно, и это еще один шаг к будущему. «Если учесть, что у нас пандемия, и буквально эти последние, начиная с марта 2020 года, практически вообще не проводили соревнования, то вот буквально недавно стали проводить. Я считаю, для детей это счастье, радость даже, вот прийти и выступить на соревнованиях. Здесь надо не терять такую мотивацию, это фехтование, надо, чтобы вот это чувство не пропадало в уверенности в победе». Соревнования среди взрослых, юниоров и детей продлились два дня. В них приняли участие около 50 спортсменов. Лучшие участники получили грамоты, медали и кубки. Кульфия Сафина, Николай Сидоров. События.